Главный праздник страны. Подготовка к юбилейному Дню Победы в Вологде вышла на финишную прямую. Участниками масштабных торжеств станут тысячи влагжан, в том числе и ветераны. И сейчас самое главное, чтобы для них этот день стал по-настоящему праздничным. Подробности в нашем следующем сюжете. Он пел ее бесчисленное количество раз, но самый памятный тогда в 47-м в Берлинском оперном театре. К самому главному своему выступлению Евгений Петрович Леденев прошагал через всю Европу. Был призван в армию в 43-м году. Уже младшим лейтенантом попал в распоряжение 5-й ударной армии. В начале 45-го был ранен в боях за Польшу и попал в госпиталь недалеко от Берлина. Там он встретил победу и вскоре после этого купил свой аккордеон, с которым не расстается вот уже 70 лет. Он мне сразу запал в душу. Он по тембру очень был приятный звук. И по силе звук он обычный немецкий, хохнеровские инструменты. Они, силы звука большая у них, они громкие и такие немножко рисковатые даже. А этот был очень мягкий, красивый инструмент. Разве что на празднование юбилея Победы Евгений Петрович пойдет без баяна. Звенящий от наград мундир уже готов к праздничному дню. Фронтовик – один из ста вологодских ветеранов, которые 9 мая займут места на центральной трибуне. Именно им будут отдавать честь участники юбилейного парада. Для главных героев праздника будут созданы все условия – питьевая вода, медики и две машины скорой помощи, которые постоянно будут дежурить на площади. Подняться на трибуны и занять места помогут социальные работники и волонтеры. Все свои действия они тоже оттачивают заранее. Подготовку к параду Победы мы начали еще в феврале месяце. Тогда образовался городской волонтерский корпус 70-летия Победы, который входит и сейчас 140 человек. Из них мы отобрали 50 самых лучших, самых ответственных, которые как раз и будут обеспечить комфорт всех зрителей на этом параде. Победная программа действительно весьма насыщенная. Она стартует сразу же после парада, в котором участвуют 24 воинских расчета. Это более тысячи человек. С 12.00 до самого вечера на разных городских площадках пройдут концерты, театральные представления и многое другое. С 12.00 в детском парке Волокжан ждет историческая реконструкция, ожившая хроника военных лет. В это же время в Кировском сквере для ветеранов развернется праздничная программа «Солдатский привал». Параллельно на площади Революции и Площади Возрождения пройдут выступления фронтовых агитбригад. Еще один интересный факт. Ярким элементом торжеств станет стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, который в районе 14 часов на средней скорости пролетит над центром города на высоте около 1000 метров. За всем, что происходит на площади Революции, волокжане смогут наблюдать с трибун. Шестиметровые на 2200 мест уже установлены. Трибуны будут работать круглосуточно и во время дневных концертных программ, и вечером, когда ожидается кульминация праздничного дня – концерт «Вологодские журналисты за победу». Представители СМИ вместе с музыкантами и зрителями споют любимые военные песни. Почти двухчасовое действие начнется на площади Революции в 21.00. Сразу после этого в 22.50 на здании городской администрации волокжане смогут увидеть 3D-мэппинг-шоу «Настоящий герой». Это технология проецирования изображений на трехмерную поверхность. Проект такого уровня и масштаба будет реализован в Вологде впервые. Завершающим аккордом праздника станет шестиминутный музыкальный салют. Ровно в 23.00 около тысячи залпов поднимутся в небо под песню «День Победы». Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологда Портал.